Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Total War Warhammer 2. Компания за темных эльфов на очень высоком уровне сложности. В предыдущем эпизоде приплыли мы в Южные Земли, захватили тут пару городов. Ну и пытаемся предложить оборонительный союз с Кавеном, клану Пестелинс, прежде чем начать войну с братством Некрарха, дабы, может быть, они на нашей бы стране выступили. Но не хотят, не хотят крысы оборонительного союза. Места здесь не очень благоприятные, то есть климат неприятный для нас, и восполняться здесь мы будем очень и очень медленно. Поэтому каждая схватка чревата проблемами. Две армии плывут у нас с севера, у Малекита и у Евы. Садамом и плывет наш Черный Ковчег. Кстати, Черный Ковчег я пока направил за сокровищем. Я не знаю, может ли он их собрать. Думаю, что может. Агенты не могут, а вот как бы флотовойство это как армия считается отдельно. Заканчивается у нас баф следующим ходом на доход, и доход нас просядет резко причем. Надо набрать до 100 тысяч, прежде чем объявить войну нашим вампирам. Чтобы был определенный баланс, запас по силам. Ну, Бастион, я думаю, со мной сейчас воюет с Ковена и двигается в направлении городов. Не думаю, что долго Бастион просуществует. Там кто-то писал в комментах, что значится, как только все претенденты будут уничтожены, нам сразу объявят победу по Вихрю. Ну, если так, то значит, ну что, мы победим по Вихрю. Что это меняет? Мне Вихрь вообще до лампочки. Когда объединят кампанию, первой и второй части на глобальной карте Вихря вообще не будет. То есть там будет просто доминация, стандартный режим. Я играю в стандартный режим в доминации. Вихрь это так, там чего-то... Ну, можно будет выполнить, выполним. Для меня этот режим вообще абсолютно бесполезен. К нам приплыва еще одна армия. Это режим, который только ломает тактические все догмы старые, которые были. Ты не можешь нифига распланировать все на много ходов вперед, потому что тебе постоянно куда-то приходится нестись, чтобы остановить претендентов. Это то же самое, что сравнивать с XCOM 2, с его таймерами в 90% миссий. Вот нахрена их вели? Зачем? Типа усложнение геймплея, да это наоборот его убийство. Сломали игру. В первой части миссий с таймерами было, по-моему, две всего. А во второй части штук 10, наверное, считается, который без таймера. Остальные все с таймером. Остальные все с таймерами. Остальные все с таймерами. Остальные все с таймерами. Так, хладнокровная буря когтей, либо тени, молнии теней. Дальность плюс 35% для теней. Опыт плюс 2. Свойство страшный вид для теней. Прикольно. Получается, при дальнобойности 130, 176 стало. То есть, практически как у высших эльфов. Это супер. Вот эту армию надо уничтожать. Куда ты приклыл-то? А, у него, кстати, здесь есть города и на островах. И при этом климат благоприятный. Вот наш плацдарм, где мы можем закрепиться. То есть, до сюда еще доплыть придется врагам. И в большом количестве им не высадиться. Мы их можем по одному здесь всех перечикать, кто переплывет. То есть, вот это вообще можно бросать. Вот эти два города. Хотя, наверное, пока я их не брошу. Ибо в любом случае придется их захватывать потом. Но вот здесь вот надо сделать неплохой плацдарм для атаки. Проблема вся в том, что если мы стены не построим, до того, как начнем атаковать, приплывут просто крысы и нам здесь все вынесут. А крысы-то в военном союзе находятся с Некрархом и... Они не погнушаются. Вступить с нами в войну. Тут есть и положительные аспекты, о которых я скажу чуть позже. Почему с Пестлинсом выгодно сейчас начать войну? Не напрямую, а через вампиров. Самые прозорливые, наверное, уже понимают почему. Делаем ход. Сейчас вся армия вылезет. Она ускорена марш, скорее всего и выскочена ускорена марш. Комп любит это делать в последнее время. Ну и разобьем просто двумя армиями. Сейчас сойдемся и его уставшего раскатаем. Чтобы он нам не мешался, поплывем к нему на острова. В общем, если Пестлинс... Если на Пестлинс мы нападем прямо сейчас, то у Марати будет выбор. Ну да, ускоренный марш проскочил, придурок. У Марати будет выбор напасть на нас или на него. То есть она с ним в оборонительном союзе. А Компу совершенно без разницы. В каких семейных отношениях он находится, допустим, с нами, Марати. Хоть мы там сын, хоть сват, хоть брат. Ей пофигу. Она будет смотреть по уровню силы. А так как Пестлинс сильнее, чем мы, на нас скажет, зачем я буду против более сильного воевать. Я лучше к нему примкну против более слабого, то есть против Малекита. И раскатает. То есть прикиньте, если они объединятся против нас вместе. Это будет вообще засада. И поэтому нам лучше, чтобы Пестлинс объявил войну через вампиров. Марати бы остался не трилетить, и через дерьмову работающую дипломатию. Что сейчас, значит, врагам моим они не объявляют войну, оставаясь нейтральными друг с другом еще и в оборонительном союзе. И есть в этом плюс еще один. То есть Марати не объявит войну Пестлинсу и не сомнет всю люстрию, захватив все его города. То есть мы потом уже это захватим, когда нам будет выгодно. А вот Пестлинс уничтожать нельзя. То есть надо будет проводить ритуал одновременно с войной с ним. Если мы его уничтожим, то мы выиграем уже по доминации. И, в общем, ритуал будет точно невозможно выполнить. Тут еще под вопросом. После уничтожения Бастиона сможем мы его дальше выполнять или нет? Или нас просто кто-то пытался на Е в комментах в очередной раз? Никому нельзя верить, надо только все на своем опыте постигать. Ну что, этот хрен вылез, он может протковать любой из наших городов. То есть он между ними стоит, поэтому мы не будем испытывать судьбу и протокуем его заранее. Кэл, кэл, кэл. Заодно испытаем наших стрелков. За армию тхусь. Точнее, не армия, а карта. Карта гумно. Карта очень гумно. А вот армия у него не гумно. Куча мастеров меча. Шесть отрядов стрелки, арта. Кава опытная. В общем, все опытные. Дракон опытный. Но против двух армий, тем более уставший, ничего он не сделает. Шанс 50 на 50, если вот так вот воевать. Мы на горе находимся. Конечно же он в лесу стоит. Естественно. Даже я нисколько не сомневался. Такс, надо бы подняться повыше, чтобы его арта нас не достала. И соединиться со второй армией. Да, тут дебри, конечно. Джунгли Амазонки. Начинаем. Здесь перк Тени Англика. Атаковать будем в два рыла, чтобы минимализировать потери. Ибо восстанавливаться мы будем в этих провинциях. Ого, как долго. Вот на тех островах мы можем восстановиться довольно-таки быстро. Но здесь-то нет. Блэ, такие большие армии. С ним приходится возиться. Раскидывать, разбрасывать, расставлять. Еще вышли. Спрятавшиеся. Давайте быстрее выходите. Воянный Мудрадесса летит сюда. Сюда его стреляет арта мимо. Касса. Так, теперь по поводу остальных. Мужские ведьмы. Это у нас уже Тени идут и Всадники. Пошли. Спускаемся. Вводим Тени вперед. Режим перестрелки по умолчанию отключил. Потому что во многих случаях они отступают. Рано. А, да, я думаю, что штуковина. Они сейчас какими-то камнями уроды стоят. Тут не так-то просто и спуститься будет. Естественно, у них защита имеется. Я на них дыхнул с бощины. Сразу двух драконов. Слышите, убийцы. Кто сказал? Круки! Срочно, сейчас! Забирают большую часть огня на себя. Шанс у нас процентов 75 на победу. Имеется здесь. Пора дыхануть. Дыхануть. Рыгануть. А, нет, стоп. Дракон летит сейчас. Пока разберемся с ними. Уже будем дыхать, рыгать. А, нет, слушай, развернулись. Я пойду. А вот эти отличная позиция для стрельбы вот именно с этого балкона. Конечно, все тени, плетения схолесанулись. Так, теней сюда ставим. Тельней продолжаем идти. Настоположение просто говно. Они как в крепости там стоят. Попробуй их, называется, отсюда выковыря. Бегите туда, там разберемся. Да еще плюс и в лесу, где... Хрена не видно ничего. О, отлично. Такая толпень стоит. Цепились. Пошла жара, только я ничего не вижу опять здесь в лесу. Где трепещут осины. У кубов колдунов чьи-то тени стоят. Косят зайца траву. В этом напевают. Да, они стоят прямо вот под горой. Очень неудачные, неудобные позиции. Прилетела, да, дракон. Продолжает биться. Еще раз дыхнем. Ну и в ближний бой. Маленький обстрел под перекрестный огонь. Попадают наши оппоненты. Отступают уже во всю. Почему каждый бой в долбаном лесу? Я, конечно, могу ее отключить, но смотреться будет очень стрелок. Чем они в этой низине стояли? Чисто конкуриваю в лоб. То есть, чтобы мне даже не зайти напрямую, к ним было в лоб. Пришлось обходить со всех сторон. Вроде как и все. Состоялось. Никак не мог тут завалить дракона вместе с... С орлом. Победа. Скупить они не смогут. Потери были, в принципе, терпимы. Хотя они были. Придется какое-то время восстанавливаться. Прежде чем мы плывем к ним на остров. А за это время они могут еще одну армию наклепать. Это будет бесконечный процесс. Ведьм, зачем жарить? А, ну все, они убежали. К сожалению, опыт ведьмы не получит. Дополнительный армия в любом случае у них падет. 985. Потери у них были у нас в 284. Стейлки у них не смогли толком отстреляться. Дракон вот хорошо повоевал. Мастера меча. В основном ни о чем. Три раба. Сколько это там денег? 59 тысяч у нас уже в казне. 13 300. Доход. Так, расходимся по городам. Кстати, не так уж и, блин, много мы потеряли, суммарант. Уже частично восстановились. Ставьте гарисон. Звучит гарисон. Тогда пойдем в атаку. Пойдем в атаку. Так, крысы. Крысы, крысы, крысы. 47 поселений. Отношения улучшаются. Берите мне трюк, чтобы дать мне. Они не идут мне на какие договоры больше. Тут удовольствие. 187 тоже повышается. 192, но этого для конфедерации, конечно, мало. Стоит даже и пытаться. С ковчегом. Сейчас урон понесу. Превосходная сталь. Эффективность вашей армии в битвах повысится. Эффективность вашей армии в компании повысится. Обыскивая разбитый корабль, ваши моряки неосторожно накренили его в дырявый трюм. Стремительно хлынула вода. Прежде чем корабль отправился ко дну, вы успеете спасти лишь несколько ящиков, что именно следует забрать. Уже криворукие взяли и накренили корабль. Потери пленами после битвы плюс 15, доход от всех построек плюс 10%. Опять бафчик на 10 ходов. А, этот регион. Ну, конечно. Этот регион, который у нас вообще без городов, не шибко нам и повысит доход. Но защита и атака в ближнем бою повысится. Все. Тут нормально, корабль надо отсюда уводить. Как он, интересно, будет восполняться вообще. А, он просто в море восполняется. Ну, не важно, там в своих он в водах, не в своих. Ету хорошо. Вот эти армии, я думаю, разобьют. Мой ваев. Думаю, что разобьют. Делаем ход. Сейчас, кстати, посмотрю в столицу у них на островах. Какой гарнизон? Да шо ж такое-то? Че за полеты через всю карту? Армия Мурати одна ходит, и мы за ней, значит, смотрим. Протом все остальные фракции ходят без наблюдения за ходом компа. А теперь мы в другую сторону долго летим, через всю карту. Зашибиси, это никак не ускорить. Краж технологии успех. Решили вот так вот сделать. Но надо сначала их разбить тогда, прежде чем отсюда плывать. Они могут проатковать и лордами города, и прицепиться в реал-тайм, потому что при таких боях шансы весьма хреновые. Война объявлена. Какой-нибудь кровавого чертога? Поход Вашнара. Вашнара, мах. До свидания. Сайдин. Лоян-9 пока лояльность высокая, но не прям уж такая гипермаксимальная. Усиление натиска. Пока обойдешься без усиления натиска. Мудрый Десса, атакую Швотеру. Принимает бой. Сдох, второй, по-моему, убежал, или нет? Да, убежал. Я могу достать еще раз. Минус еще один лорд. Черный амулет, атака плюс 5, спас бросок 15, с противоедением физическому урону 5. Данис перемещения плюс 10. Крарха тут армия стоит, прям вот у нас под носом. Как бы он нам сам войну не объявил раньше времени. Так, не то я хотел тебе тут посмотреть, но да ладно. Так, это мы ставим силы оружия битвах против высших эльфов. Это нам не надо, потому что высших эльфов уже и нет. Да, и уменьшаем, кстати, содержание на всю армию. Так, и теперь амулет. А, вот это было в талисманах, да. Талисман сохранение, спас бросок 20%. Ну, в принципе, он более эффективен, я думаю, будь чем. Да, что, что я собираюсь поставить от Дерфаян. Спротивление физическому урону 15%. Вот это вот будет получше, черный амулет. Минус 4. Скавина куда-то намылились, решили уплыть. Короче, поплыли. Чувствую, они к... Столице рулят. Ну, один-то, я думаю, лорд нас не утопит весь флот целиком. Вот этот город надо бы забрать обязательно. То есть, он, во-первых, богатый, во-вторых... Это их столица. Выплываем, надеюсь, тут не успеет. Восстание вспыхнет, надеюсь, что Некрарх не успеет на нас тоже напасть. Черный ковчег. Улучшаем. Восстание неизбежно. 84 тысячи у нас уже в казне, но тут я предполагал, что оно будет и придется воевать еще и с казнью, которая появится в этом регионе. Так, здесь мы улучшаем доход и общественный порядок. Ставим стену. Конечно же. Конечно же ставим стену. Хотя подождите-ка стену. А ну да, пускай будет стена. Опять пошли постройки. Опять трата денег. Наверное, пока ничего не строим. Что-то на севере, как дела обстоят. Все построено вроде как бы. А вот тут мы можем улучшить общественный порядок. Дворец разрушения, он не самый. Далеко не самый топовый. Стилище кино. Так, Альбион. Тоже возможно восстание, но к этому времени, я думаю, мы уже проведем ритуал повышения общественного порядка. Хотя в Альбионе очень хреновый. Смотрю гарнизон, но его можно будет улучшить. Правда, стены здесь так и не появятся. К сожалению. К сожалению. Делаем ход. Надеюсь, нас никто не утопит. Будет, конечно, не смешно. Сейчас какая-нибудь еще армия вылетит. Лучше, конечно, плыть в две армии рядом. Тогда точно. Одна нас не должна утопить. На второсчете шанс будет в нашу пользу. С крысами, конечно, вышел фейл. Да, они плывут, по-моему, к городам. Если бы мы заключили с ним военный союз раньше, сейчас бы они бы уже выбирали. Ой-ой-ой-ой-ой. Не к нам ли это прется? Сейчас бы они уже выбирали. Кого бы им отковать? Ну, в любом случае, если даже они атакуют Тор Сурпиндар, то здесь есть стена и неплохой гарнизон. Мы отобьемся. Возвращаться, наверное, даже и пока не стоит. Лучше закрепиться на островах, чем с нормальным климатом, чем вот здесь вот с ними бодаться. Им и добраться до острова будет сложнее, и нам оттуда будет выплыть тоже попроще. И к тому же мы можем нанять здесь черный ковчег, если вообще уж припрет. Так, достаю ли я до него? Блин, не достаю. Печально. Печально. Так, а крыса, по-моему, достает. Но тут... Че с гарнизоном? Гарнизон не очень хороший. Слушай, то есть, крыса может гордку взять, а я не достану. А че с деньгами тут будет нас? 29400 получим при разорении. Ну, нормально, как раз и выйдем за 100 тысяч. Черный ковчег. Че дальше сокровища? Вон тут еще раз бросаем целую кучу. Ничего. Что за... Вот режим стоял. И здесь опять тоже какие-то... Будут потери у него. Вот тут несколько сразу залежей есть. Этих сокровищ. Соберем все, что найдем. Пускай он поплавает и покупает свое содержание. Тем более, они появляются периодически снова и снова. Войну не объявляем Некрарху еще рано. Восстание у нас на севере, но здесь, в принципе, я говорю, что гарнизон вполне сдержит. Восстание у нас на севере. Так, отлично. Утопил пестолин с эту армию. И сейчас мы точно, значит, их столицу возьмем. Нормально. И третьего командира наняли. То есть такой бум командиров. Непонятно, какие шишени собираются с трех городов. Ну, там четвертый еще у них в осаде. Набирать. Проведен обряд первобытной славы. Бастен, кстати, так и не добили. Между прочим. А сколько у них городов-то осталось? Я тут вижу, что все пестолин захватил. Один город у них остался. И какие-то силы есть. Большая армия. Причем я даже не знаю, где этот город. Но в любом случае их найдут. Сейчас и раскатают. Какие шиши вы, ребята, собрались наниматься на этот вопрос. В принципе, можно и провести, наверное, бой. Заодно посмотреть, как будет смотреться город на острове. Хотя шанс очень высок. Ну, ладно, я проведу сражение. Поглядим. Ну, стандартно смотрится. Также, по-моему, смотрел столица Улотерна, если я не ошибаюсь. Такой же был квадрат. И там, типа, вода дальше была. Ну, тут шанс примерно такой же, как и... ...был на авторасчете. Ну, да, очень похоже. Я бы сказал даже. Практически идентично. Лотерну. Ну, тоже столица провинции. Огромный, типа, город. Прибрежный. Зачем рисовать что-то другое, когда можно это же поставить? Так, у Дарфаяна нету вот этого бафа на дальнобойность. Отрядов. У теней. Нас видят, кстати, тут. Да и тут, по-моему, видят нескрытые войска. А тень вот скрыта сейчас. Полезли. Ох, как хорошо бы они пошли стрелять-то сразу сходу. С пыла жара, так сказать. Поближе подойдем. Сейчас теням достанется. Теням достается. Отводим. Сейчас так застрелит весь отряд. Что-то больно рьяно взялись. Ребята. Уже у стен полезли. Ну и все. Повяжем всех, кто на стене был. И тут ведьмы, которых тут могут очень жестко... Требедь. Фаян, помоги-ка ты с этой стороны. Но город с приемлемым климатом, поэтому восстановиться здесь будет не сложно. Фаян. А кто вообще-то хочет. Крик. Продолжение следует. Фаян. Фау. Фаян. Фау. Фау. Убегают. Которые уже из-под контроля вышли с контактом. Видим. Так, вот мне не нравится. С площади по нам фигарит орда вражеская. Полезли тогда. И вы давайте тоже сюда. Вражеский маг на грани. Убежать? Не, ну вы посмотрите на эту рень. Слушайте, вы бежать будете, ребята, или нет? У меня что-то бейство в этих штурмах. То, что они не подчиняются приказу. Вот посылайте в одну точку, а они делают совершенно другое. Натолкнуться на какой-то отрядик, и тут же все тормозят. Все это уродцы очень калиблют. И тормозит отряды. Все сломались на взлет. Че, вы опять остановились. И опять встали. Опять отряд встал и стоит размышляет. Что же ему дальше делать-то? Действительно. Должен постоять еще минут пять. Подумать, пока Панамар напалит. Драконочек, к тому же. Да, и Дарфайона могут вставить крайне-крайне неприятно. Но вот что это здесь стоит? Какого хрена ведь направил на площадь? Они опять встали и стоят. Мы готовы, как вы говорите. Террор и смерть. Никакой хрена. А там орел. Все равно. Все равно может очень неприятно достать. Что-то бежали до площади и опять встали. Наши... Уважаемые войска. Дарфайон никак не может орла угомонить. Странно. Размечало. Накрыли вражескую. Накрыли вражескую. Главное, своих не пыхни. Их какой-то неадский штурм превращается в какую-то бойню. За вот этих вот багов и неподчинений приказам. Опять встали толпой стоят. Куча отрядов на грани выпила. Придется ждать сейчас ходов пять, как минимум, чтобы армия восстановилась. Ладно, тут еще климат приемлемый. Сейчас второй армии, значит, поплывем к следующему городу, пока крысы не забрали. Все, хватит, давайте-давайте быстрее. Тут время тянуть. Товарищ Принц! Раз так его куснул, будем считать, что он промахнулся. Дарфаян, я имею ввиду. Все побежали, а Принц у них сдался, и при этом никакого урона практически в этой кучу не понес. Били, били его, били, били. Эффекта ноль. Ну ладно, не будем мы его тут дожимать. Незначительная победа. Бой получился отстой. Потери гигантские. И больше всего он стреляла долбанная артиллерия, которой я говорил, которые пробирались полчаса. По этим узким проходам, тормозя, там один какой-то бежит. Вражеский агент. Или командир на него натыкается целая армия и встает благополучно. Стоит, отдыхает. 26 тысяч. Хотя бы это компенсирует расходы. Так. Давайте быстрее разбегайтесь упыри. Я занимаю город. Да нет, не пять отрядов поменьше. Максимально будет два отряда установлены. Два хода установлены с отряд. Корт мы оставляем здесь. Что мы строим? Сразу улучшаем стену. Вполне устроит. Общественный порядок здесь должен быть нормальный. Скверна тут вроде как нет. Да, какая тут скверна на островах. Еще, кстати, один плюс. Здесь никто не может распространять скверн. Пока город не захватит. Башня солнца. Сюда мы поплывем. И следующим ходом про... Атакуем. А вот Пестеринс намылился явно. Хотя фиг знает. Непонятно, куда он точно плывет. А вот этот вот может и достать до башни звезд. И провинция у нас будет неполная. Но если начнется война с Пестеринсом, это будет первоначальная цель для атаки. Мы, кстати, не удержим вот эти города. И если будем сидеть на островах. Еще большой вопрос, где нам лучше сидеть. А, кстати, тут уже вон стоит. Здрасте. Мордасти. Такое ощущение, что у Пестеринса вся армия вообще на этой территории. Сосредоточена. Улучшение поселения, очередное. Ну, 120 тысяч у нас уже есть в кармане. Мани в кармане. Саня Хаос набирает обороты. Следующим ходом, возможно, они уже проатакуют. Возможно, и нет. Какого хрена камера все время, когда я на дипломатию навожусь, летит на Мурате. На первой списке, наверное, поэтому на нее. Тоже странное решение. Через всю карту. Понятно. 146 отношений, но при этом добрый на союз. Не, не будем вообще. Мы же по скрипту хотим войнуть и объявить. Да, мы полетели через всю карту. Что вот это вот за хрень? Ну и что? И это мне очень важно было так пронаблюдать. Сейчас опять сделать какое-нибудь движение вражеский агент. А последний бастион наконец-то уничтожен. Мы сейчас посмотрим, закончится ритуал или нет. Нам объявят о победе, как мне кто-то в комментах писал. Сразу же объявят нам о победе, чтобы мы победили. Только как это связано с тем, что все противники уничтожены, совершенно непонятно. То есть ритуал-то мы все равно не закончили, как мы могли победить. Ну и как мы видим, все мы можем проводить по-прежнему. Вот ритуал нам доступен и значит нас на Е. Ритуал нам доступен и мы можем его в любой момент провести. Хотя все претенденты уже уничтожены. Стеон в том числе. Так, не успел к себе пестлин захватить. Дохватим мы. Он разорил город. Но мы будем сразу занимать. У меня тут ничего уже нет. У меня было раньше. Шевелиться паренек. И башня звезд. Ее надо сминать. Но для начала придется убрать вот этих вот уродов. Чтобы они нам на город не напали. Распехи вечного служения. Регенерация. Вот он. А тут, кстати, тоже неплохие доспехи на нем надеты. Регенерация. Регенерация. Дредесса. Спас бросок. Это хорошо. Регенерация. Восстановление здоровья бойцов. Пусть 20% уязвимость от огня. Коллекционер открыто достижением. Дарфаян. Дарфаян. Шо тебе дать, Дарфаян. Стоимость найма, я думаю, тебе пригодится. Так как придется очень здорово попыхтеть нам с этим наймом. В скором времени. Превосходная сталь. Опять тут перевернули корабль наши криворукие товарищи. Скорость плюс 15%. Указанный отряд. Защита атака повышается. Все прекрасно. 16 тысяч доходно. 135 тысяч казне. Но при таких доходах я пока бы поостерегся, честно говоря, объявлять военную крысам. Очень не крысам, а вампирам. Отношения улучшаются. Мы даже с ними можем стать лучшими друзьями. Закончить все в военном союзе. Наверное. Большинство бы так и сделало. А хотя бы не выполнили доминацию, потому что Пестелинск придется уничтожить. И без войны тут уже никак не обойтись. Город практически ничего не даст, но по крайней мере мы объединим всю провинцию целиком. Ну и предлагаю сейчас уже нанять армию, чтобы колонизировать северные провинции. Наймем мы ее в Нагоронде. Еще одну. Герои Лорда. Селение Натиск. Сила и оружие. Каладриэль. Олана. Доход от налетов. Доход от разорения поселения. Плюс 5%. Базовая. Базовый перк. Ай, какая-то у них верность у всех отстойная. Его талант нормальная. 5-10 базовая. То есть она будет в самый раз. 1200 найм. 450 на содержание. Плюс сейчас мы еще теряем 5600 от найма этой армии. Класс. Вообще отлично. Ну не 5600, по-моему, поменьше. Так, темный скакун. Сразу надо уменьшить содержание войск. Стоимость найма. Такая будет общественный порядок, и мы дальше сможем уйти уже на прокачку уменьшения содержания. Армия будет, естественно, не из дырьма состоять. Очень здесь неопытные. Уж нанимать, так нанимать. Она будет не полный стяг. 561. Я думаю, хватит отрядов пока. Вот таких вот. И мы будем, в общем, занимать города. Это будет довольно дорого колонизировать. А хотя, нет, слушайте, такого количества нам может не хватить банально по одной причине. Там будет восстание просто-напросто. Хотя климат неплохой, но тем не менее. Три хода придется подождать. Так. Улучшаем еще здесь гарнизон. Доход от рабов. Увеличиваем. То есть еще можно экономику немножко поднять. Ну и основной доход я собираюсь получить, конечно, от поселения, от разграбления при начале войны. Вполне себе терпит. Общественный порядок неплохо. Так. Это у нас нашел закроище. Черный ковчег. Ковчег. воском. С чатным воском провиант. Десять ходов. Ой-ой-ой. Но Пестеренс не успел. Тем не менее. Не успел. Не успел. Занять город, соответственно, мы займем провинцию целиком. Но двумя армиями три города не отдэфить. А так было бы отлично. Они упоролись бы, слили бы все армии на атаки. И после этого мы бы уже полупустую их территорию прокатили бы. Но может быть один город придется им пожертвовать, а в двух остальных я бы посидел. Наверное, так и сделаю. То есть они пойдут на меня сейчас сюда. Будут пытаться эти города снести. В империи вообще он прям уткнулся уже в мой город. Просто уже носом уткнулся и стоит. Большим количеством армии они смогут их занять. А потом они поплывут на острова. И вот здесь ждет их большой сюрприз. Один город можно подставить. Остальных сидеть и ждать. Слить их армию и потом уже протковать. Черт. Сразу занимаем. Сразу занимаем. Нифига, уже ее не посмотришь. Сразу раз пропадает сообщение об этих грузах. Так, окей. Здесь пока вроде все нормально построено. Можем сдать эдикт на повышение налоговой ставки. 15 тысяч, кстати, становится доход. Это очень хорошо. Главное, не спешить. И иметь достаточно большое задел на будущее по деньгам. Малые какие тут обстоятельства в этой войне ждут. Дисциплина плюс 25. Кстати, да, дисциплина у него довольно фиговая. У ассасинов всего лишь 65, а так будет 90. Это мы прокачаем. Так, не распределен очки навыков еще у кого-то, у Дарфаяна. Что дальше тебе прокачать? Успехи плюс 3. Да, его может у тебя апнуть даже больше, чем Малекита в этом плане. Дисциплина плюс 2. Тут уже на ваше смотрение можно что угодно качать. Еще раз пытаемся пестерлимс предложить союз оборонительный. 159 уже отношений. Фиг там, как говорится. С культом удовольствия 195-209 в динамике, но это из-за Тор и Лира. Как только они будут уничтожены, соответственно... А, все, у них городов больше нет. То есть осталась только армия где-то и все. А, вот она плавает. Короче, как она сейчас будет утоплена, отношения начнут опять портиться. и с пестерлимсом есть последний шанс заключить оборонительный союз. Мы можем проверить, насколько он далек от него, то есть предложить ему денег. Если он при большой сумме откажется, значит даже и смысла нет что-то ему предлагать. Короче, за 96 тысяч он готов. Да за 96 тысяч ты и я готов. Паренек, тебе бронетный союз предложить. Так, а если 1015? Ну, даже 24. Шанс умеренный тоже. Отвергает. Отвергает. А дальше отношения будут портиться. Но больше 24 тысяч я не буду ему предлагать. Кстати, че он там с хаосом я чуть не забыл про восстание-то. 15 отрядов. Тут стоит задуматься. Следующим ходом у него будет еще больше. А у нас гарнизон-то ведь без черных стражей пока что. И улучшение будет следующее только минимум через 15 ходов. Кошмар. Купец просто. Ну, могут сейчас уже атаковать. Могут даже и не добирать до конца 15 отрядами напасть. Это будет уже тяжелый бой. Я думал, что он нападет раньше, а он добирает до фулстяга. Конечно, мы смотрим на последнюю армию Тор Элазора, которая куда-то поплыла. Даже не на армию, а на агента. А, вот она, причаливает. Но я пока ее не буду бить. Пока они, типа, существуют. Он пират уничтоженный, а у нас соотношения нормальные с другими фракциями. Ну, че. А, у меня, типа, в осаду взял. В силении в осаде. 15 ходов. Ну, пускай держит. Хотя, с другой стороны, общественный порядок здесь начинает резко посидеть. Ну, а выйти на открытое пространство в бою с ним не могу. Одинаковое количество отрядов, только они у него лучше. А в городе спокойно это можно будет сдержать. Будем ждать, пока проатакует. Сколько ходов мы сможем продержаться? 7 ходов, чтобы не начать терять войска в гарнизоне. 13 всего суммарно. Опять, 12, 300 у нас доход. Чего мы еще нашли? Аравийское оружие. Попробуем так. Казна полторы тысячи, запечатан воском провиант. Сдержание минус 10% для всех войск, 10 ходов. Небоевые потери. Какое-то море на рифах минус 50%. Неплохо. А почему у меня не прибавился доход? Хотя содержание минус 10%. Ладно, плывем к следующему сокровищу. Тут еще одно он появляет. Сейчас так и будем плавать. Ко войну не объявим. Так, спестовин сможет утопить этих ребят. мне бы надо вернуться в столицу или вариант номер 2. Столица неплохо укреплена, но недостаточно, чтобы выдержать удар напрямую. отлично. Сели в город здесь. этот город оставим тогда самый дальний, наверное. Неприкрытый. Будем ждать здесь улучшения гарнизона, стену, и только после этого объявляем войну вампирам. вот здесь бы еще бы одну армию иметь, хотя бы одну. Но не хватит нам, к сожалению, с вами денег на все это мероприятие. у нас еще ребята нанялись, поэтому так... А, вот почему, они нанялись, и поэтому доход так сильно просел. Ну, нормально, 12 тысяч при вот этой армии неполной. Это очень хорошо. Синей достаточно. Тоже перебор. Все, больше нанимать не будем. Довольно. Дворец рыцарей ужаса, он тоже постройка не обязательно пока. Вот этот город надо укрепить по максимуму, ибо он является вратами для атаки на внешнее кольцо. Скорее все, будут высаживаться через него, хотя могут и на побережье высадиться. Тут не так много мест или далеко на юге это надо делать. Кровальная ваула. Тоже можем улучшить город. Драконов мы не будем пока достраивать. 11000 тратить я не хочу. Еще что ли одно поселение? А, ну это стена. Стены мы укрепляем. Если Мурати нас все-таки предаст, а такой вариант не исключен. будет как от нее защититься. Ну а если она спредаст, у нас проблемы будут очень серьезные на севере, даже не на Ултуане, все. Эту фракцию уничтожили, и сейчас крысы. да и в принципе Мурати будут с нами терять отношения. 11000 но это потому что опять же пираты нанялись и там еще тени. Но если мы эту армию наймем до конца и потом ее пробафаем примерно в районе 10-11000 доход все равно будет при 5 армиях. Сейчас посмотрим как изменился баланс сил. Удовольствие вторые 70 поселений. Оказалось, что с братством некрарха у них военный союз. Это было бы уже подстава. Поход в Ашнара у них только враги. Да, 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 ребята, это конечно чай. Пробуем конфедерацию с этими заключить. Ну и конфедерация невозможна. Военный союз могу заключить. А конфедерация ведь была с ними реально вполне. Давай, сейчас я денег чуть-чуть стрясу. Еще один военный союзник. Чего бы и нет. Шанс низкий, значит у него столько денег просто нет. Шанс высокий. ну давай тысяч триста. Военный союз. Еще одни эльфы черные. Пригодятся в войне против. В империи конфедерацию предложим им чуть позже. Такой армии столицу они здесь конечно не проштурмуют. Это бесполезно. Тут надо чтобы высадилась армией пять и одновременно атаковали тогда смогут продавить элитных. Но они здесь дело в том что и не влезут. В чем преимущество вот этого места в том что они не влезут сюда в таком количестве. Здесь максимум одна-два две армии сможет высадиться и то. Далеко не факт. А если по одной так мы их будем разбивать в дарыск. Да здесь не наймешь нормальные войска. Надо очень чтобы готовиться к этой войне. то есть снахрапа не получится взять. Просто сейчас эти города снесут займут и отсюда же будут давить на острова. И могут задавить числом постепенно. Ну что хаос ты долго там будешь собираться с мыслями он он долго будет держать ему надо эти башни создать раны. Опа культ удовольствия ваш союзник объявил войну. То есть за нас все решили. Смотрите-ка а у них кстати говоря в союзниках тоже пестелинс интереснейшая ситуация. И Морати получается и пестелинс тоже объявляет войну. А вот это очень и очень не вовремя. Сейчас крысы объявят нам войну сходу. И братство Некрарха. Ну комп короче все решил за нас. Но эта ситуация может быть не такая уж хреновая. Морати ослабят если пестелинс сейчас на нее нападет в люстрии. И мы сможем как можно быстрее с ней конфедерацию заключить. может быть и не самый херовый вариант. Так. И теперь получается Морати расторгает союз с пестелинсом. Ну должна расторгнуть по идее. Не могут они нейтральными сейчас остаться. Или пестелинс просто не вступит в войну с ней. Это было бы тоже в принципе не самым херовым вариантом. То есть масса возможностей в этой ситуации. Сейчас мы посмотрим. Да иди ты нахер. За 9000 договорные нападения с каким-то микро государством. Так. Берег вампиров. Война. Показано что с ним отличные отношения. Так. И что такое? Ты хочешь сказать он меня уже напал что ли? По моему да. Ой 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 но здесь стены нет поэтому расчет. Значит будем дефиться все таки мы на островах. я хотел напасть не сейчас но видите Мурати долбаная слишком рано дернулась. Слишком рано но ей нужен был враг она его нашла. опять тысяч в карман обитателя глубин вахтерный заметил по левому борту дохлое морское чудовище. Над его тушей уже успели потрудиться отец времени и дедушка Нургу но она по-прежнему держится на плаву. Вы приказали морякам смотреть его в поисках проглоченных сокровищ или необычных органов годных для трофеев подобные находки могут принести вам славу великих мореходов. Так это все конечно прекрасно с кем война у культ удовольствия замечательно во врагах у нее пестелинс вампиры и братство некрарха вот это то что надо в этом есть конечно свои минусы она может отжать очень быстро пестелинсы все провинции но я не думаю что крыс так легко сдастся 48 все-таки городов и я пока его особо трогать то не буду моя цель некрарх который на первом месте о да а с этим кстати отношения то неплохие а у нас с пестелинсом войны то напрямую кстати нет договор договор не нападение сделал свое дело он не вступил в войну со мной та же самая ситуация что была у марати когда она в нейтралитете осталась довольно спорное решение на самом деле но тем не менее с крысой я не воюю а вот у марати сейчас будут проблемы я воюю с я кстати и с некрархом то не воюю я и с некрархом не воюю хотя отношения ухудшается только берег вампиров непосредственно со мной в войне сейчас ну это хорошо я могу сейчас отбить обратно свой город это ситуация однако это очень хорошо попробуем путь водоворот мараттина жилосе очень серьезная проблема но это ее значит возвращаемся в этой армии как бы только в империи сейчас нас не утопило тут везде рифы 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 очень тяжело будет выслиться но они не достанут так что нормально здесь можно не беспокоиться пока за общественный порядок и прочее так как мы его будем сейчас улучшать но июде но пока вот как прием разберемся а дальше да мне придется объявлять войну так и так так и тем и другим, но я подожду опять пару ходов, накоплю деньги и в этот момент крысы отсюда свалят, оставят города пустыми, и я спокойненько по ним пройдусь. Я не знаю, буду ли их забирать. Себе это вопрос. Наверное, буду. Неизвестно, вернется он или нет. Но держать будет их нелегко, и вампиры поплыли. Хрен знает куда. Нет, этот город я не буду отковать, он далеко, достаточно туда плыть. И плыть. Мы сейчас идем с вами на север. Что-то Марать сюда пришла с какими-то странными намерениями. Собирается ли она колонизировать у нас из-под носа города, ей же надо как-то расширяться. Эта армия сюда не случайно приперлась. Делаем ход. Ну вот, 9800 мы доход получаем. Армия, конечно, не полная, но она еще и не прокачанная на уменьшение содержания. Сейчас ее потреплют, и тогда конфедерация будет очень-очень возможна между нами. Против двух сильнейших фракций она, по сути, объявлена одновременно. И одной ей не устоять. А я подожду какое-то время, пока ее ослабят, а потом ударю. Мне, естественно, тоже эти земли нужны, чтобы расшириться. Сделать это надо аккуратно, потому что все-таки там десяток, а то и больше армий на севере, у нас очень на юг, на взгляд. Ты что, отдурел, что ли? Какой еще мирный договор за 8000? То есть, если у вас много денег, значит, можно как угодно изгаляться. Вот, 10 тысяч становится. Отлично, доход. Нет, мой отец отступает. Что-то конагорон-то подошла, на всякий случай посмотрела. Свалила. Так, еще одна стена улучшается. Гарнизон тут просто офигенный, то есть, в это кольцо вряд ли кто-то сможет пройти. Здесь тоже все загорожено. И всем придется очень серьезные усилия приложить для прорыва. Вампир. И опять нас не отковали, как мы видим. Отлично, высадились. Я имею в виду, хаос. Продолжают держать. В осаде. Дополнительный опыт, полторы тысячи и две с половиной денег. Минус в том, что мы теперь здесь дамаг несем, надо ступить чуть-чуть. Хорошая армия. Тут еще неизвестно, справится ли в Дреддессе. Но думаю, что справится. Да, думаю, что справится. Второй пробрасывать. Качу два хода до обряда, до очередного. Сущий хаос, ты пойдешь в атаку-то или нет? Четыре хода осталось ведь. Рядом где-нибудь нанять армию, где найм возможен. А у нас здесь нет нигде военных построек. Вот в чем дело. Ну, кроме вот этой провинции, тут можно теней нанять и навалять ими приплыть. Но не успеем. Опять Дарфаяна. Навык нераспределенный. Дисциплинированный Дарфаян. Вампир, кстати, может сейчас сам проотковать. Может и будет ждать. У крысы и у культа удовольствия очень забавная ситуация. В люстрии там граница огромная идет. На континенте. И если у крысы есть армия или у Морати, они сейчас могут так пройтись по этим поселениям. У крысы, видите, убегает, о чем я и говорил. То есть основные армии он будет перебрасывать в люстрию сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, а у нас тут проблемки с вами небольшие. Точнее даже не то, что небольшие, а большие. Он всю армию сюда стянул свои. Так, налет. Окей, у меня есть идея, как его встретить. Сядем в городе, он его сейчас осадит. Потом мы можем подтянуть второй армии, но надо держать ее на почтенном расстоянии. Крысы у нас есть договор о прохудах. Так, вот, немного войска побиты из-за этих рифов. Ну и отсюда я смогу ударить, чтобы они ее в море не утопили. О да, варгульфы. Меняли они армию, тут куча труповозок, духи с глаза, курганные духи. Ну, в общем, мощной армии достаточно. Но город с гарнизоном внутри, такой им не взять стеной. Хочу, чтобы они разбились на нем все. От этих армия надо тоже отделаться обязательно, иначе, если объявить войну крысам и некрарху, все это добро одновременно ударит. Эффективность в битвах улучшим. И, по-моему, эти все перки не бафаются. 110. Ну, в целом, неплохие показатели. Так, перемещаемся на север. У нас был какой-то там квест охоты с сокровищами, я вообще ни разу не пробовал это делать. Так, чудо такое. Смерть до грака. Исследуя запутанные лабиринты улицы этого заброшенного города, вы наткнулись на руины казарм. Внутри оказался носительно целый арсенал полный древнего оружия и доспехов. Немного чистки, полировки, и эти железяки еще послужат вашим воинам. Продать оружие союзникам, игнорировать и продолжить поиски. Продать оружие союзникам. Давайте попробуем продать. 750. Хотя бы что-то. И дальше... Смотрите. Ой-ой-ой. А нельзя после охоты за сокровищами ее колонизировать? Отступить нельзя? Ну ладно, придется понести определенные потери. Потом остановимся. В любом случае колонизация заберет большую часть войск. Пару ходов придется посидеть до следующей колонизации и пойдем в железные льды. Провел бы бой с вампирьем или с хаосом, да можно было в принципе завершать. Но хаос не хочет таковать, вампиры тоже что-то не больно. А хотя нет, по-моему они осадили. Только вот пойдут ли в атаку сразу вопрос. Если пойдут будет хорошо. Три армии двумя я думаю разобьем. Ну давай, давай, оправдай надежду. А нет, не пошел. Ага, пошел хаос в атаку. Отлично. Все-таки один город он прикрыл, но я сейчас не успею вторую армию пробросить. Если выйти прямо сейчас на бой с гарнизоном скорее всего это будет слив. Гарнизон хорош только в обороне. А тут у нас шанс был процентов сорок. Такой же где-то на второй счете даже тридцать пять процентов. еще башен хаоситских. Не очень хорошее расположение у города. убираемся их сюда, теперь расставляемся. стрелков тут стрелков здесь. Так, ну тут, блин, стрелков ставить особого смысла я не вижу. Вот так я поставлю. Здесь надо обязательно поставить стрелков, потому что они полезут и будут подходить к стенам здесь. Если только башню сумеем разрушить, два отряда можно поставить под стеной. Тупо они стреляли. Вот так вот. Гарпи сюда. Ну и здесь надо стоять уже тяжелую пехоту. башню может быть и разрушить, а может быть и нет. Здесь надо очень плотно поставить войска. Как и здесь. Таран у них есть? Нет. Тарана у них вроде нет, только одни башни. Окей, значит, вы встаете здесь. Ну и отряд гарпи может быть прокинуться отсюда вот на всякий случай. Поехала. Я думаю, что мы не думаю, я уверен, что мы победим. Успеет, не успеет башню разрушить. Это, я думаю, точно не успеет, поэтому можно стрелять по войскам начинать. Тролли подходят, сейчас их расстреляют, спокоен со стены. я думаю, что выиграем. 36, 39, 45, 44, может быть, и не разрушить. Не знаю, разрушить, не разрушить, это не имеет значения. Слушайте, а, кстати, к воротам-то пошли тролли. Вот что отряд лучше два отряда копейщика все-таки поставить над передворотным. Таран им не нужен. Тролли вместо тарана. Уже убегают. Но не все, остальные продолжают лупить. Одну башню разрушили, отлично, значит, доедет только одна. и здесь тоже разрушили, значит, две. Привет. Лучше ребят вообще вот сюда отойти. Ворот пробили, но тролли уже здесь встречаются. Вот войска, которые с ними могут справиться. Ну, и с кавалерией, которая может проскочить. Что происходит? Стрелки сзади стреляют. Раз, ворота. То есть расстановка была очень-очень удачна. У нас уже 50 на 50. Включаем гарпий. А, видишь, волни где тарантов. Они с двух сторон типа пошли. Ну, это в свою роль и не играет. Нажимаем с двух сторон. Что-то они как-то странно. А, у них командир. Слушай, они четыре ворота пробьют. Ушибает ворот с этой стороны. Не командир, тролли, точнее, вышибает ворота и таран вообще не потребовался. Они пытаются ворваться. Это плохо. Так, встаем в два ряда и направляем гарпий на их троллей. огонь. Слываем Колеблются. Шанс наш возрастает. Мы смотрим, что дальше будет. Войну Хаус немного переделали, какой-то мех у них появился на ключах. Вроде раньше такого не было. Стоят, смотрите, не бегут пока, хотя шанс у них падает. Тролли несутся. Неужели их в воротах смогли заткнуть дыру? отступают. отряд уверен пока еще. Пробуем их командира застрелить. самая удачная идея попадать и по нашим. Но в любом случае они колеблются и уже побежали. победа состоялась. Как я и говорил, какие там 35 процентов. Никаких 35 процентов. То же самое будет с вампирами, там будет еще проще, так как у них вся пехота внестрелковая. Заселись на стены либо под стенами сражаться в воротах. Что будет гибельно против палачей. Да, незначительная победа при таких шансах с потерями в 262. Незначительная, совсем незначительная победа. Ерунда какая. Подавили восстание, но я думаю будет еще одно и довольно скоро. Хотя сейчас мы будем мапать общественный порядок, может быть, и нескоро. Так. Ну что, все, что ли? Ход, дай мне. Так, 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 так. Мы можем совершить ритуал на общественный порядок и совершаем. Хотя бы пять ходов его поправить. Колонизируем город. Отличное, конечно, здесь общественный порядок. скверна хаоса минус двадцать. Вот так нормаса. Просто офигенно. Скверна хаоса минус двадцать. Кейн там упадет, тоже хороший вопрос. Если я выйду... фиори! Фиори! У нас шанс статьи выше, чем у него показывают. На открытом пространстве, а здесь еще и гарнизон побитый. Нет, так дело не пойдет. В бою будет все гораздо хуже. хаоса нет, 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 нет. Это не так сделалось. Надо подойти на полном ходу городу, потом уже выйти, тогда они отступят. все, катись колбаской отседовал. Гордон, по-моему, не достает. По-крайней мере, сможет восстановиться. Здесь есть и проблема небольшая. А именно, надо выйти из города, иначе сейчас случится так, что одна армия осадит город, а две других проатакуют просто вот эту армию у Дорфаяна, которая подошла, и мы не сможем его прикрыть. А вот так вот сможем. Насколько что-то улучшение поселений-то доступно. Башня Хоэта. Общественный порядок еще больше поднимаем. Еще лучше строим стену. Так, шо у нас здесь? А, Хоэсняк, кстати, еще не добито даже. У-у-у, минус 77 и минус 1, это даже с прибавкой в плюс 8. Настойная провинция. Блин, столько здесь придется отражать этих восстаний однотипных. Давайте сделаем ход, если не будет сейчас боя с... эм... хаосом, хаосом, с вампирами заканчиваем. Ступить в войну с братством Некрарха. За 7000. Че, испугалась Мурати, да? Отношения, кстати, ухудшаются у нас. Но это пока. Только я объявлю им войну, сразу все будет гораздо лучше. Так, а если больше денег? Тебе же денег-то полно. Больше десятки нельзя. Надо же за 10 тысяч готов, чтобы я объявил им войну. Тогда и пестлинс мне объявят войну. Именно сейчас. Нет. Пока слишком рано. Пока слишком рано. Сейчас надо с вампирскими армиями разобраться, потом уже можно будет объявить. Иначе сейчас еще и пестлинность атакуют. А вот ее первая ведь армия высадилась и забирает уже город. А, нет, не забирает, только разоряет. Ну, долго ли она здесь пробегает? Сейчас придут армии и наваляют. Все, она дальше пошла. Она, короче, будет грабить, но не забирать. Ну, правильно, решение читает климат местный. Она даже и войск от не сможет пополнить толком. А мы пока не высаживаемся, мы пока ждем момента подходящего. А она не больно нам помогала в предыдущих-то войнах? Сколько раз я должен сейчас ради нее рвать. Опу, опять что ли осаждает? Опять, по-моему, осаждает, но мы сейчас ее вышибем. Авторасчетом. Так, поселение в осаде. Сейчас общественный порядок должен быть какое-то время получше из-за военного положения. Да, плюс 7, но это все временно. Это все временно, скверна по-прежнему очень-очень велика. О, здесь вот тоже плюс 8, но это временный эффект, так он будет на ноле. Скверна 6. Дредлорд, на твоем оборудовании. Так, 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 в Эмперию налетиком стоит. Налетиком. Да ты побежал. Будем стоять рядом с городом, а внутрь заходить не будем, иначе нас могут по-прежнему отрезать по одному. Давайте сразимся и серия завершим. Довольно, боев будет относительно предыдущие его, они на открытом пространстве, а мы будем в лесу. Проверим мудридессы новых теней с дальностью 176. И с дамагом 40. Урон 40, это капец, при такой дальнобойности, если бы всю армию снарядить такой дальнобойностью. Выше эльф бы отдыхали. Ну да, бой на побережье, какие-то горы, ацтекские храмы. Нужно быстро из этого леса выйти. разу теней ставим вот сюда, но не ближе, иначе их протокуют. Мудридессы сюда. И погнали. Шанс, кстати, почти 50 на 50, а на второй счете был гораздо выше. Отлично, пошел обстрел. очень хорошо стреляют. Стреляют. что-то не очень попала она. Увернулись они, но будем считать, что как Нео в Матрице. Увернулись в других. разборка, пойдем дальше. Ну и посмотрим, окружили их, ищем перерезать. Пойду sweets, ищем Вдохнём им задницу. Армии вампиров для нас судо-угрозы, я думаю, не представляют. Самые элитные, может быть, только. Те, кто знает, сколько много они смогут ещё их подвести, это только начало войны. Те, кто знает, что они не смогут, а не смогут. полоска начинает разваливаться почти некуда теням, так как попадают по своим все, они разваливают, сейчас распадутся остались только у них телеги в основном первая развал пошел, третья, четвертая победа, решительная победа 140 потери были всего лишь, хотя армия была у них довольно элитная, но это не самое лучшее, что я видел в целом, я думаю, и у Некрарха тоже никаких шансов нет а вот пестелинс, пестелинс со своими стрелками тоже всякими там разными колесами и прочим лобудой может навредить, а в сумме они конечно объединившись вместе также крайне опасны ситуация разрулится проходим к городу снова и восстанавливаемся потом будем сносить две армии забирать обратно город объявлять войну пестелинсу и соответственно Некрарху вот такой вот план сейчас посмотрим как тут дела у пестелинса и у это удовольствие по-моему пестелинс ее начинает немного поджимать хотя тут еще и Ковен рядом с ними воюет да нет, у него врагов вообще нету никаких слушай парень, а может быть мы с тобой уже это самое конфедерируемся сейчас это не хочет ему конфедерации но за деньги конечно его можно конфедерировать но пока я ему деньги предлагать не буду это не принципиальный момент он с пестелинсом должен будет вступить в войну как только мы объявим войну непосредственно крысам и Некрарх я думаю поддержит да, у них почти вся люстрия взята это что тут вампирский что ли город? точнее один вампирский город поделенный между пестелинсом и вампирами климат тоже отстойный я смотрю то есть в большинстве либо неприятный либо невыносимый но в большинстве неприятный да, и они близки от наших северных владений ну от моих еще далеко а вот от Мурати да, но у нее здесь пару армий имеется которые она я думаю сейчас направит на крысу да даже не пару, а четыре с половиной и тут еще набирает около пяти армии у нее есть должна сдержать ну и скоро мы ей поможем то есть в следующей серии на пестелинс я точно нападаю только разберемся с вампирами которые на юге нам вмешаются всячески война будет долгой из-за того что города занять сами ведь очень тяжело а придется их занимать вот эти вот с невыносимым климатом вампиры будут спамить спамить и еще раз спамить ну разрулим обязательно разрулим ситуацию на этом моменте предлагаю завершить эпизод если он вам понравился не забывайте поставить лайк подписывайтесь на мой канал на основной и дополнительный вступайте в нашу группу вконтакте если еще не вступили оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец всем удачи до новых встреч пока пока пока